Петр Данилович, мы готовы? Да, все, пожалуйста, начинаем. Давайте его вот... Так, уважаемые коллеги, тут у нас сегодня на связи присутствует Касар Магомедович, это Алиев, автор метода по данной проблеме, по поводу которой мы сегодня собрались. Ну, а, естественно, с нашей стороны коллектив железнодорожной больницы, Владивосток, партизан, поликлиники, поэтому давайте, наверное, начнем, я хочу поставить слово Наталье Астахова, и вот она как раз и будет дальше что-то проводить. Итак, здравствуйте, коллеги, разрешите представиться, кто меня не знает, хотя я дружу давно с вашим коллективом. Меня зовут еще раз Наталья Астахова, я предприниматель по развитию памяти, психолог и человек, который помогает людям решать сложные жизненные ситуации. Сегодня мы собрались с вами, чтобы лично вам, как докторам, дать такую методику, которая может помочь вам справиться со стрессом в связи с нынешней ситуацией вообще в мире. И зная, какие у вас большие нагрузки, с нашей стороны, со мной и автором метода ключ Хасаем Алиевым, дать практические рекомендации и метод саморегуляции, который позволит в любых условиях боевых, рабочих справляться с эмоциями и войти в состояние ресурса, когда вам нужно. Один из самых эффективных методов, который лично я имею большой практический опыт, обрела и помогло мне лично, так скажем, решить вопросы с болями, сном, ну и тахикардия, которая у меня лично была много лет. И таким образом снятие стресса помогает нам обрести, ввести хорошую жизнь, которая нам дает счастье и радость. Ну а Хасай Магомедович сейчас представится и расскажет вам о себе и как это работает. Хасай Магомедович, вам слово. Спасибо большое, дорогие коллеги. Приветствую вас, сердечно, во Владивостоке. Я нахожусь в Москве. У нас разные часовые пояса, но мы договоримся, что будем дружить, потому что я сам врач, притом заслуженный врач. В том я работал 10 лет членом правления Межрегионального объединения профессионального врачей-психологов-социальных работников. Кроме этого, метод утвержден Минздравом СССР еще в 87-м году, рекомендован Минобразованием СССР еще в 87-м году для детей, взрослых, для больных и здоровых, кроме психических заболеваний, для всех показов. Для того, чтобы быстрее производить снижение утомляемости у человека в работающих условиях, стрессовости, чтобы он меньше перенапрягался и ломался, условно говоря, быстрее восстанавливался прямо на рабочем месте. Много лет я занимался и практической медициной, и у Федорова на конвейерную операцию на глазах готовил больных, чтобы они сами могли себя регулировать. И в клинических больницах различных, в разных городах обучал 70 городов. Врачи и психологи проходили у меня практику. Кроме того, я занимался 20 лет, был генеральным директором Центра защиты от стресса в Москве, который я создал в совместном учредительстве Минздравом России, МЧС России, Минобразованием России и Комитетом общественных и межрегиональных связей правительства Москвы. Именно я занимался выведением людей из острого шокового состояния в Беслане, в Каспийске, в Кизляре. Я обучал этому психологов МЧС. Именно я готовил военный персонал ко входу в атомоход Курск. Я готовил испытателей международной программы Марс-500. Ну, короче говоря, про меня можно там смотреть и смотреть. В Ютубе в роликах у меня описание, какие у меня там награды, заслуги и прочее. Десятое, но самое главное, я веду школу Человек Будущего. И я вам дам сегодня методики, которые вам помогут лично для того, чтобы вы быстрее снимали стресс, быстрее восстанавливались с помощью этих упражнений. Вы сможете выработать навыки, которые потом без упражнений сможете применять прямо у себя на рабочем месте или в магазине, или на выступлениях, где вы хотите. Потому что здесь ключ называется, там главный принцип, вы сейчас его все узнаете, это подбор индивидуальных самых простых действий, которые вам подходят лично, как платье в магазине или как ботинки по размеру. Раньше такого в мире не было. Раньше было так, вот упражнение, делай вот так. Не получается, повторяй, пока не получится. На этом построены йога, медитация, все другие методы. Метод ключ, ключ и к йоге, и к медитации, ко всем другим методикам. Если пять минут применять эти раскрепощающиеся приемы, которые снимают нервно-мышечные зажимы, снимают страх, снимают тревожность, выводят вас на состояние внутреннего баланса, равновесия, гармонии, на состояние включения внутренних аптек организма, на включение эндорфина, допамина и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сейчас сразу я вам покажу, как подбирать каждому свои личные индивидуальные приемы, и вы за 10 минут увидите разницу. Поэтому, чтобы видеть эту разницу, еще как-то измерять ее, у нас есть в методе ключ виртуальная шкала стресса. Вот, например, это 10, это когда совсем плохо, это тревога, головная боль, страх, беспокойство, высокое давление, ну что угодно. Усталость сильная, вот это 10. Здесь 10 делений, а это будет ноль. Это будет ноль. Вы сейчас попробуйте сейчас примерить, здесь и сейчас, не вчера, не час назад, а вот именно сейчас. На каком делении вы находитесь? Это смятение, это безутяжность, это шторм, это штип. Здесь 10 делений. Это индикатор напряжения, условно говоря, градусных напряжений. У кого сколько, чтобы через 5-10 минут вы опять сравнили, как изменилось ваше состояние, чтобы у нас был такой термометр напряжения. Потому что нам нужно видеть результаты сразу. Метод дает результаты сразу. Вы не удивляетесь, что когда вы подбираете приемы, которые полностью, 100% вам соответствуют, моментально снимается стресс. Моментально снимается. Вы этому не удивляетесь. Вот это будет смятение мыслей, это стресс, это тревога, это боль, ну что угодно. Это дискомфорт максимальный. А это безмятежность, это штип. Это шторм, это штип. Вы поняли, делаем. Молодцы, молодцы. А теперь, пожалуйста, второй тест. Второй тест. Держите руки вот так, свободно, чтобы плечи не напрягались. Положите их как на воду. Да, пожалуйста, Ксия, чтобы вы могли. Вы измерили свое исходное состояние, теперь положите руку как на воду. Да, и воображайте себе, что руки легко расходятся. Только воображайте. Не надо их двигать механически. Это тест. Просто воображайте, как они расходятся. Просто воображайте и подождите полминуты. Поживите с этим образом, что они расходятся. И когда они начнут расходиться, вы им не мешайте. Это называется идиомоторный рефлекс. То есть есть идея, есть образ. И ответная рефлекторная реакция на образ. Если вы держите руки в удобном положении, если им не мешают плечи, если им не мешает голова, найдите комфортное положение. Мы что-то делаем. Сам процесс. И воображайте, что они расходятся. Воображайте. И они начнут расходиться. Вот, пошли, пошли, пошли. Вот я вижу девушку. Пошли, пошли, пошли. Коллега, коллега, вот, пожалуйста. Вот опять, вот я там вижу тоже в голове. Вот смотрите, у кого пошли, пожалуйста, поднимите ручку, чтобы я видел. Ну, смысл, когда мы делаем непроизвольные движения, они сами расходятся. То есть мы не стараемся делать механически, они у нас как бы период рефлекторно сами расходятся от всего мысля. Происходит... Это тест. Он определяет степень зажатости человека. Если человек не может думать об этом, или у него что-то зажато мышечное, у него не получается. Если он раскрепощен, свободен, как после вина, вот такое состояние легкости, когда танцевать хочется, у него сразу идет. Это стресс на зажатость. Называется ключевой стресс-тест. Лучше всего его делать стоя. Давайте встанемся. Я вас сейчас научу этому ключевому стресс-тесту, а вы дома научите своих детей, потому что с помощью этого ключевого стресс-теста можно сразу научиться управлять своим состоянием. Да, так встаньте, чтобы друг другу руками не мешать. А то вы непроизвольно будете думать, что вы мешаете коллеге, и поэтому они будут стоять на месте. Да, ножки чуть пошире, потому что в этот момент, когда вы сосредотачиваетесь на том, что руки пошли, вы отвлекаетесь, и ваше тело начинает слегка покачиваться. Чтобы вы не боялись, ножки поставьте пошире. И когда тело начинает покачиваться, пускай себе качается. Это будет как мама ребенка качает. Потому что там моментально происходит сброс напряжения. Да, и пускай идут себе, пускай идут себе. Да, ищите образ, который вам помогает. Как магнитики отталкиваются, или любой другой образ. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Да, кому не подходит этот прием, мы подберем другой. Разведите руки механически. Разведите руки механически. Поверните их вот так вот кистями. Вот так кистями. Вот так, смотрите, вот так. Вот так. Да, и вообразите, что это магниты, это проще, что они притягиваются. Просто воображайте. И сейчас они пойдут. Вот таким способом подбора путем перебора образа и положения рук вы, наконец, находите, что они раз пошли, и тело начинает покачаться, вы выходите на эту волну, и напряжение на шкале стресса сразу падает. Попробуйте. Поищите этот образ, поищите. Вы руки сами как можете. Я вас не учу, я на вас не воздействую сейчас. Вы сами, сами, сами делайте. Сами, сами. Да, да, вот, 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 вот. Пускай идут, пускай идут. Теперь третий вариант. Опускайте и представьте, что они всплывают наверх. Я на вас не воздействую, я могу молчать. Вы сами попробуйте, а главное, чтобы вы идею поняли. Вот пошло, пошло, пошло. Спросите у коллеги, как она это сумела сделать. Вот идет рядом с вами. Вот посмотрите на нее, в масочке она. Посмотрите, у нее руки поднимают. Спросите, как она это сделала. Пусть она поделится опытом своим. А из отпуска вышла. А из отпуска вышла. Из отпуска вышла. А, ну, правильно, она более свободная. Правильно. Так, теперь следующее. Послушайте, вы замерили, замерили на шкале стресса. Вы замерили, как у вас получается или не получается идеомоторные движения. А теперь упражнение номер один. Это называется хлёст руками по спину. Просто берете и бросаете руки. Так дети делают. Да, и вы, когда маленькие были, делали так. Это распрощающая упражнение. Делайте, 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 делайте. В любом ритме, который вам нравится. Дело в том, что в методе ключ никогда нельзя делать насильно над собой. Всегда надо идти по зеленой зоне. Это значит делать так, как вам приятно. Это значит так, как вам комфортно. Это значит, как минимально просто. И вы будете потрясены, потому что оказывается простыми движениями можно снять напряжение. Да, вот молодцы. А теперь делайте второе упражнение. Называется шалтай-болтай. Вы так делали в детстве. Так в детстве все делали. Это шалтай-болтай. И пустите мысли на самотек. И пустите мысли на самотек. Вот эта штука называется. Раскрепощающая. Инстинктивное действие, которое все люди делают. Инстинктивно. Не отдавая себе в этом учет. Свободны. Свободны, свободны. В том ритме, который вам нравится. Подбирайте каждый себе свой ритм. В это время и в это время, коллеги, думайте, о чем вас волнует. Что вас волнует, о том и думайте. Не пытайтесь успокоиться. Потому что это как мама ребенка качает, он сам успокаивается. Потому что она подбирает ритм, как его качать. И здесь, когда вы делаете свободно, пустив мысли на самотек, переживайте, переживайте. А что вас волнует? Вспомните, что вас волнует. Какой вопрос вы хотите решить. Какую-то драму, переживания, обиды. Выпускаете. Это называется выпустить пар. Потому что вы на фоне вот этого повторяемого движения, которое называется шалтай-болтай. Вы выпускаете все напряжения, весь пар, который накопился. Да, да, да. И потом, видите, у вас сразу другое хорошее состояние. Это тоже повторяемое движение. Тоже хорошо делать. Если тебе не нравится, можно... Делайте, делайте. Это очень просто. Это очень просто. Не останавливаемся, делайте 5 минут, голова пустая, потом начальнику идти очень хорошо. Даже введение можно сразу. Ну, приемное, я так делаю. Делайте, делайте, делайте. В свободе выпускайте пар, выпускайте пар. Да, что приходит в голову, не прогоняйте. Не прогоняйте, пускай выходит. Давайте. Да, ну вот теперь смотрите, теперь смотрите, еще раз попробуйте, чтобы руки расходились, и вы увидите разницу, потому что вы немножко сняли напряжение. Да, они теперь быстрее пойдут. Да, 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 да. Вот пошло, пошло, пошло. Вот прямо со мной рядом, вот я вижу в белом. Вот ручки уже пошли, она уже начинает слегка покачиваться. Отпускайте себя на эту волну, пускай вас качает, как будто вы в поезде едете, и вас покачивает. Или на качелях вас покачивает. Все приемы ключа, они взяты из детства, из наших инстинктивных действий, которые мы всегда в детстве делали. Когда играли, когда просыпались утром, мы потягивались. Да, 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 вот смотрите, как она хорошо делает. Посмотрите, как у нее руки идут. Если мы сейчас у нее... Да, ну расскажите, а вы, кстати, в этот момент можете у себя весь лишний сбросить. А вы в этот момент можете помечтать, какой хотите быть. Вы можете в этот момент помечтать, что в любой стрессовой ситуации вы сохраняете ясность ума и уверенность в себе. Потому что, когда вы делаете эти приемы, которые снимают лишнее напряжение, освобождают голову, вы одновременно мечтаете, какими вы хотите быть, вы такими и становитесь. Это инструмент для работы над собой. А теперь давайте поиграем в космонавта. Еще одно упражнение. Просто имитируйте, что вы в невесомости. Делайте вот такие любые движения, как будто вы в невесомости. Потому что я этот метод придумал в Центре подготовки космонавтов, чтобы космонавты могли вызывать у себя состояние невесомости, чтобы быстрее адаптироваться в полете. Это было в 81-м году. Давайте, давайте, играйте в невесомость. Поиграйте, поиграйте, как дети. Представьте себе, что вы в невесомости. И вот так было. Да, представьте, представьте, представьте. Да, 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 да. Представьте, что вы в невесомости. Да, 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 да. Одну минуту, одну минуту так поделайте. И добавляйте любые движения, которые хочется добавить. Кому какие движения хочется добавить, те добавляйте, пожалуйста. Да, кому какие хочется добавить. Кто хочется боксом сделать, кто хочется поплавать, кто хочется грести на лодке, Кому хочется на коне поскакать, у кого дрожание, нервная дрожь, пожалуйста, потряситесь руками, освободитесь от напряжения, сделайте хлёст, ещё шалтай-болтай. Да-да-да, впереди вот эти все приёмы. Теперь у вас будет целый арсенал развития. Да-да-да, молодец, молодец, боксер. Она бьёт там своего обидчика, она бьёт. Смотрите, как она бокс делает. О, молодец, давайте-давайте. Да-да-да-да, молодцы. Молодцы, молодцы. А теперь, пожалуйста, все садитесь. Вы сделали примерку разных движений. Примерку разных движений. Теперь наступает момент, который называется стадия последействия. То есть вы, когда сделали упражнение, когда вы самостоятельно будете делать, найдёте время дома, это домашнее задание, в удобное время. Поделайте любые из этих движений, и диамоторные движения, и механические. Перемежайте между собой. Потом сядьте и задумайтесь. Взгляд сделайте рассеянный, и посидите там две минуты. Думайте, о чём думается. Думайте, о чём думается. Пустите мысли на самотёк. Не надо там стараться расслабиться. Вот всё, что советуют психологи, расслабьтесь, выкиньте мысли из головы, это глупости всё. Вы сделали упражнение, раскрепощающее. Сели, взгляд сделали рассеянный, задумчивый, и думайте, о чём думается. И вы заметите, автоматически и сами успокаиваетесь. И не надо там никаких насилий над собой. Не надо там стараться прогнать мысли плохие. Если бы это было возможно, люди бы давно все счастливые были. Ну вот так посидели, а теперь посмотрите, сколько у вас на шкале стресса. Сколько было, сколько стало. Кто хочет рассказать о своих ощущениях? О динамике своих ощущений. Кто хочет рассказать, поделиться опытом. Давайте, я сразу дам советы. Всем дам советы на этом примере. Коллеги, давайте, кто-нибудь, пожалуйста. Какие ощущения? Виктория. Ну тут смелый есть. Наталья Валерьяновна. Наталья Валерьяновна, у вас лучше всех получилось. Пожалуйста. Можете напрямую, касаемо Магомедовича, обратиться сейчас. Да, или вопрос какой-то есть, я сразу отвечу. Если какие-то там у кого-то что-то не получается, скажите. Я сразу дам совет, чтобы получалось. Давайте. Чтобы получалось, тренироваться надо? Тренироваться, говорят, надо, чтобы получалось. Тренироваться в чем? Еще раз показываю. Еще раз показываю. Еще раз показываю. Два-три раза в день. По полминуте, по минуте, по полминуте, по минуте. Делайте хлёст. Потому что здесь одновременно, три в одном. Во-первых, вы, когда делаете хлёст, у вас верхушки легких сходятся, расходятся. Больше кислорода попадает, и легкие у вас тренируются. Это усиленное упражнение. Я из ковида выложу, из ковидного состояния. Теперь слушайте. Во-вторых, шейно-грудная разгрузка. Шейно-грудная разгрузка, потому что лопаточки сходятся, расходятся. В-третьих, думайте о том, о чем думается, а не о том, как это делать. И когда вы думаете, о чем думается, и делаете, как делается, две свободы соединяются. Свобода мыслей и свобода действий. Свобода духовная и свобода материальная. Они соединяются, и поэтому происходит раскрепощение. То есть это прием для снятия нервно-мышечных зажимов. А как только вы снимаете зажатость, у вас появляется ясность ума и уверенность в себе, чем бы вы ни занимались. Один-два раза в день. Полминутки хлеста. Полминутки делайте лыжник. Упражнение лыжник. Бросайте руки вниз, пятки поднимайте. Или наоборот, как вам нравится. Бросайте руки вверх, пятки поднимайте. Делайте следующее. Шалтай-болтай. Сочетайте это с этими идеомоторными приемами. Воображайте, что руки расходятся. Или руки сходятся. Или опустите, они поднимаются. Сам подбор путем перебора тренирует, развивает изобретательскую способность мозга. Вы потом любые другие дела будете находить, как лучше решить и быстрее. Это очень сильная штука, поэтому называется ключ. Если кто занимается медитацией или, допустим, йогой или, допустим, какими-то видами спорта. Если до тренировки своей 2-3 минуты вы поделаете эти упражнения, тренировка пойдет как по массе. Если вы занимаетесь физкультурой, если вы перед тем, как делаете утреннюю зарядку, сделаете хлест, физкультура пойдет более эффективно и проще. Она превратится в удовольствие. То есть это ключ. Поэтому сейчас поделитесь, у кого какое состояние наступило. Вот мы в самом начале мерили. И теперь измерите. И скажите мне, у кого какая динамика. У кого стало меньше? Вот тут минимум, здесь максимум стресса. Ты закрыла глаза, когда сама остановилась и посмотрела. Думать не надо. Стало меньше или нет? Стало меньше? Стало меньше. У тебя что, ничего не поменяла? А у вас? Это надо делать. Друзья, чтобы вам было понятнее, что такое ключ, я вам сразу скажу. У нас в организме выработан миллионами лет эволюции. У нас есть аптека. У нас есть такие тонкие вещества, до которых ни один аптека не дадутся. У нас есть эндорфинная фабрика. Когда мы делаем какие-то усилия и получаем какой-то результат, у нас включается эндорфин. Концентрация адреналина снижается, а концентрация эндорфина увеличивается. И мы чувствуем удовольствие. Вот это эндорфин, гормон радости, это гормон здоровья. Когда эндорфин включается, у нас быстрее раны заживают, кровь быстрее сворачивается, которая из ранки. У нас настроение лучше становится. Так вот люди поэтому, поскольку они не знали раньше, что в аптеке организма эндорфин есть, они придумали алкоголь, виноделие. Потому что человек нуждается в этом состоянии, в этом состоянии радости, удовольствия, любви, дружелюбия. Это человеческие качества. И когда человек алкоголь выпит, вот он был в таком каком-то состоянии, теперь чуть-чуть выпит, и ему хочется всех обнять, он любит всех, если он психически здоров. Если у него не накопились напряжения, а другой выпит алкоголь, у него агрессия. Потому что его пожалеть надо, ему надо пар выпустить, его надо научить вот этим упражнениям. Если когда люди узнают, что эти упражнения как раз таки стимулируют эндорфин, то люди бросают пить алкоголь, потому что они становятся самодостаточными. Я очень много лечил наркоманов и алкоголиков, я сам не пью уже 8 лет ни капли. Потому что я делаю собственные приемы, и мне просто выпить не надо, потому что я все время чувствую себя таким, ну, в хорошем состоянии себя чувствую. Я рисую картины, я пишу стихии, я пишу книги. У меня полно разных книг на разных языках, на французских, на русских, на сердцких и так далее. Весь мир меня читает. Почему? Потому что, оказалось, вдруг есть правильный подход. Подбери свои собственные приемы, а не слушай никого. Потому что раньше нам как говорили, подход должен быть индивидуальный, а на практике говорили, делай как я. А я вам говорю, каждый делай как ты. Я вам говорю группу разных приемов. Например, если у вас нервная дрожь, встаньте и подражите. Потому что все приемы, которые ключи, они основаны на инстинктивных защитных реакциях организма. Да-да-да, вы, допустим, переживаете, начнете это делать, вдруг слезы пошли. Не мешайте, потому что это защитный механизм. Плачьте. Захотелось во время этих упражнений кричать, кричите. Но чтобы люди не подумали, что вы чокнулись, дверь закройте и кричите у себя в комнате. То есть это разгрузочные действия, они позволяют человеку побыть самим собой, как дети. Дети играются, когда им обидно, больно, они плачут. А мы же взрослые, нам нельзя. Ну можно 1-2 минуты уединиться и в виде упражнения это сделать. Либо на коне поскакать, либо поплавать, либо там еще какие-то движения. Что вам нравится, подбирайте себе движения, по полминуте их делайте и потом вы увидите. На шкале стресса резко происходит снижение напряжения. И появляется комфорт. Как будто вы выпили вина. Я вам это говорю для сравнения, чтобы вы понимали, что эти упражнения снимают зажимы и включают эндорфины вместо андреналина. Вопросы давайте. Есть вопросы по поводу техники или того, какой эффект это вы хотели бы получить. Я так скажу, по личному опыту кажется очень просто и примитивно. Ну как эти движения могут помочь? Поверь мне. Да, человек, Наташа, я хочу сказать, человек логически не может связать. Как ему может помочь решить какую-то проблему. Вот у него трагедия. Вот у него дочка с института не вернулась. Как эти приемы могут помочь? Он логически не связывает. Приемы помогают снять нервно-мышечные напряжения, улучшить кровоснабжение мозга, наладить венозный отток, обеспечить клеточкам мозга кислород, дополнительный запас питательных веществ, включить эндорфин. И поэтому дочка не вернулась вовремя с института, а вы сделали упражнение, вдруг сели и вспомнили. Так она же говорила, что Катьке зайдет еще. А чего же вы минуту назад этого не знали? Потому что были в стрессе. Я понятно говорю, нет? Стресс это транс. Когда мы в стрессе, мы его не осознаем. Любой гнев, страх, любая сильная эмоция, как положительная, как и отрицательная, это значит мы в трансе. Мы не управляем им, а он управляет нами. Наташа, я знаю, что рекомендую. Я знаю, что рекомендую. Вот всем сейчас дадим домашнее задание. Допустим, на 3-4 дня. Пожалуйста, в удобное время, вечером или когда, после работы, поделайте шалтай-болтай. Ну, допустим, поделайте там минут по 10. Может быть, вам захочется, если вы сильно напряжены, вы найдете движение, которое вам захочется повторять бесконечно. Делайте. При этом, что у вас затекут, плачьте. Хочется смеяться, смейтесь. Хочется добавить других движений, добавьте. А потом спокойно, если вы так 3-4 дня поделаете в удобное время для вас, мы потом опять соберемся и уже отвечу на все вопросы. У кого что получается, у кого что не получается. А Наталья как раз вам поможет в этом. Она поможет по ходу. Она же специалист. Она поможет вам. А мы соберемся все вместе через 3-4 дня и у нас будет вот такая пресс-конференция. Шикарная. Потому что вы уже будете в теме. Договорились? Договорились. Ну что, коллеги, скажите, пожалуйста, какой отзыв короткий по поводу сегодняшнего нашего тренинга. Что поняли или, может быть, еще вопросы остались? Можно, пожалуйста, вас? Вон туда камера, да? Было очень много нового. Что нового вы узнали? Ну, о том, что самые простые действия могут дать результаты гораздо больше, чем ты даже можешь предполагать. А что так и это? Вот понравился. Какое упражнение вам понравилось? Что можно делать, что хочешь. Правильно, молодец. Вот молодец. Сделай, что хочешь. Главное, помню понятие дозы. Дело в том, что когда ты делаешь, что хочешь, чуть-чуть увеличишь по времени. Допустим, делаешь не одну секунду, а минуту. Ты вдруг замечаешь, что напряжение падает, и ты выходишь на состояние такой внутренней свободы, такой легкости, как у космонавта невесомости. Да-да, вот найди любимое действие, повторяй его сколько ты хочешь, и ты вдруг увидишь, и ты успокоишься, расслабишься. Какая бы трагедия, буря не была, какой бы шторм не был на какие напряжения. Это потрясающая штука. Можно я скажу, коллеги, получается, что это уникальность метода, что ты ищешь то, что нравится тебе. Да-да-да, нас никогда в школе этому не учили. Делай как надо, и мы забываем о том, что мы хотим, наше тело хочет. И когда мы ищем то, что нам нравится, происходит эндорфиновый дождь. Развитие личности и изобретательского мышления. Эндорфин получается автоматически, и вы хотите делать этот комплекс, потому что сама мысль об этом вызывает эндорфиновый дождь, по сути дела. Не адреналин в стрессе, когда мы на работе, в напряжении или в конфликте где-то. А когда именно, что я сегодня для себя сделаю хорошего. Что я сегодня для себя сделаю хорошего? Я сегодня сделаю хорошо, как говорят мои маленькие и взрослые клиенты. И мы когда входим в это состояние, в этой легкости, автоматически происходит разблокировка. И ты можешь соображать, неопортекс работает, эмоциональный фон уходит. Остается только то состояние, в котором можно принимать такие самые правильные и легкие решения для повышения собственной эффективности. Да, да, да. Наташенька, вот самое главное, чтобы когда коллеги попробуют это поделать каждый день, допустим, минут по 10-15 дома, они просто поразятся. Просто поразятся. Работает 100%. Обращаюсь ко всем работникам в разных городах, в поликлинике, в городе Партизанский. Пожалуйста, сделайте это. Поверьте, уровень стресса за одну неделю может упасть просто, если не до нуля, то на двойке. Молодец, Наталья, молодец. Я тебе очень благодарен, что познакомилась с коллегами. Я желаю всем жителям дальневосточного края большое здоровье, любить друг друга, быть здоровыми и чтобы дети были здоровы и счастливы. До встречи. А я в следующий раз покажу, как открывать творческие таланты и способности. И все вспомните, любимое дело открывается, когда вы занимаетесь этими действиями. Вы вспомните, что вы хотите делать, как говорила Наталья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова